Хоккейный клуб «Сыра Арка» вернулся в родные пенаты с предсезонной подготовки. Вместе с приятными воспоминаниями они привезли кубок предсезонного турнира во Франции, а также хороший сыгранный состав. В начале своего выхода на лед хоккеисты примерили новые комплекты игровой формы. Именно так в грядущем сезоне будет выглядеть наш родной клуб. Состав команды обновился почти на 80%. Как заметил тренер, сейчас в составе имеются все игроки, которых хотелось подписать. Отметить, ну, работали все. Играли по-разному. Кто-то одну игру сильнее, кто-то вторую игру сильнее. Но, в принципе, команда ровная. Ровная, без срывов, без спадов. Прошла и рабочий процесс, и в то же время были игры. Единственная была сложность, когда мы прилетели в Швейцарию. Первые дни адаптацию проходили тяжело. И вот как раз попали под три по четыре игры, когда швейцарскими командами играли. Но там проявляли как бы характер, играли на морально выливу их. На данный момент команда готова показать зрелищный результативный хоккей, который непременно понравится болельщикам. Уже ни для кого не секрет, что Сарарка в этом году играет в высшей хоккейной лиге. А это значит, что Караганду посетят российские команды, которые попробуют доказать победами свой уровень мастерства. По регламенту лиги, новичку, коим является наш клуб, предстоит встретиться с клубом Торос из Нефтекамска. Всего достаточно для этой команды и условий, и состав, и работоспособный коллектив. Всего достаточно для хорошего выступления в высшей хоккейной лиге. Первостепенной задачей для карагандинского клуба в ВХЛ является попадание в стадию плей-офф. Но не все так радужно. Недавно выяснилось, что единственная ледоуборочная машина сломалась. Пока ее чинят. Но и это еще не все. По регламенту их должно быть две. Когда будет приобретена вторая, пока неизвестно, так как все силы брошены на ВХЛ, а финансовая поддержка в сторону чемпионата Казахстана не торопится. Будем надеяться, что все проблемы в скором времени будут решены. Александр Крилов, Тулегин Ршитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.